2 октября день Трофима и Зосима Трофим с Саватием стали просить Господа образумить людей, которые пришли на языческий праздник. За это их схватили, подвергли пыткам и казнили. Зосима жил в пустыне с дикими зверями. Однажды его повстречал правитель и решил узнать, как ему удается укращать животных. Зосим сказал, что в этом ему помогает вера в истинного Бога. Тогда Зосиму предали различным мучениям. Спас его большой лев. С этого дня начинались трофимовские вечеринки, на которых девушки выбирали себе женихов, а ребята невест. Парни приходили с медом и угощали им приглянувшихся девушек. Верили в то, что святой Трофим помогает женихам и невестам найти друг друга. Девушки могли гадать в этот день насуженного и думали, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся парню, то он тебя полюбит. Сегодня почитали пчел, которые давали мед и воск. Мед ели, а из воска делали свечи. Говорили, что пчелы не жали от праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. Святого Зосиму считали заступником пчел. Сегодня ему молились, чтобы пчелы были живы и здоровы, а меда было в достатке. Начинали сбор меда, а улья убирали на зимовку. Молились и святому Трофиму, так как верили, что он дружит с медведем и поможет получать мед. Сегодня был распространен обычай печь блины и оладьи, которыми угощали близких. Ели их с медом. Верили, что если съесть ложку меда и запить ее водой, то от всех болезней излечишься. И даже в следующем году хвори будут обходить этого человека стороной. Приметы. Если сегодня листья с деревьев опадают, пора убирать ульи. Сегодня надо угощать медом нищего, тогда год счастливым будет. Если пчелы леток плотно облепляют воском, зима будет лютой. Если сегодня дует южный ветер, это к урожаю озимых. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.